Это Ваши, не знаю, какие-то, 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 какие-то студенты очень-оченькие? Да, конечно. Глиняный горшок всего за пять минут. Сохраняя высокое качество, мастера Алладина Польского центра ремесел стремятся изготовить как можно больше товара к предстоящей Троицкой ярмарке. Представлять там будут знаменитую аятскую керамику. При раскопке древних курканов находили керамику, датированную где-то 17-м веком. Наиболее развитие она получила где-то в середине 19-го века. При возникновении на одной и другой стороне аяте ремесленников, маленьких ремесленных мастерских, по левой стороне аяте в основном были випские поселения, по правой русские поселения. Но на обоих сторонах аяте изготовляли керамику. Когда-то в Алёховщине был цех аятской керамики, но сгорел. Теперь такую посуду делают только здесь, в небольших помещениях центра ремесел. Всё как в старые добрые времена. Глина характерного цвета с берегов аяте. Её, кстати, мастера собирают сами. Форма посуды аутентичная. Форма керамики пошла издавна. Вот она уже. Ещё, видать, 17 века под этих... Сформировалась форма вот горшочка кашника традиционного, который в основном мы делали всегда. А то, что дальше появилось, это как бы уже исходя из этой формы развития шло. На прилавке посуда попадёт буквально с пылу с жару. Несколько дней эти изделия будут сохнуть. Затем их украсят аятскими узорами. Красили точно так же и в старину. Просто мы сейчас усовершенствовали и берём палочки от духов. А раньше палочки простые были, стояли. А после горшочки и кувшины покроют глазурью и обожгут в печи. К слову, на Троицкой ярмарке мастера не только представят свои работы, но и научат всех желающих создавать глиняные изделия и выводить на них узоры и орнаменты. Рисуем мы грушами. Там набрана краска ангоп, глина, с добавлением пигментов. И чуть-чуть принажимаем, раскручиваем, и получается у нас полосочка. Можно попробовать? Конечно. Одной рукой вы раскручиваете и потом подставляете. Прекрасно. Мастер-классы местных ремесленников состоятся в ближайшее воскресенье. Троицкая ярмарка пройдёт у стен Александра Свирского мужского монастыря. Эльмира Низамова, Дмитрий Чедия. Последнее известие. Владинопольский район.